Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Айгуль Стамбекова. И сегодня в выпуске. Казахский язык, опора, единство. Три участника из Алматинской области стали победителями республиканского конкурса «Манбала». Путь в небо. Подготовка к международному чемпионату по парапланиризму проходит в Алматинской области. Грант на 2 миллиона. Бизнес-проекты дают второй шанс ранее судимым гражданам. Заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 20%. Наименее благоприятная ситуация в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Североказахстанской областях. В матрице оценки эти регионы находятся в красной зоне. Об этом на заседании межведомственной комиссии рассказал министр здравоохранения страны. По словам Алексея Цоя, за прошедшие сутки выявлено 716 заболевших. Всего по республике зарегистрировано более 126 тысяч случаев с диагнозом COVID-19. Глава ведомства заявил, что на регулярной основе ведется работа по охвату населения ПЦР-тестированием. В сутки лаборатории страны могут проводить свыше 89 тысяч исследований. Динамичную детальность в этом направлении демонстрирует Алматинская область. По данным Минздрава, суточная мощность лаборатории ЖТСУ составляет свыше 5500 ПЦР-тестов. В совершении заседания глава правительства Оскар Мамин потребовал от руководителей регионов и профильного министерства тщательно следить за эпидемиологической картиной. Также премьер-министр поручил Акимаму областей с наиболее неблагоприятной ситуации принять все усилия для выхода из красной зоны. В целях недопущения осложнения эпидемиологической области в Алматинской области глава ЖТСУ поручил уполномоченным лицам усилить работу по соблюдению санитарных норм. Амандык Баталов потребовал отслеживать ситуацию на систематической основе. Помимо этого, Акимам области поручил руководителям управления держать на контроле освоение бюджетных средств. Лаборатории Алматинской области способны производить 4700 ПЦР-тестов в день. В ближайшее время это число планируется довести до 5,5 тысяч. Сколько стоит сдать тест на COVID-19? Как и в какие сроки можно получить результат, узнавала наша съемочная группа. На сегодняшний день в Алматинской области проведено порядка 220 тысяч ПЦР-анализов. Диагностические услуги оказывались 8 лабораториями региона. Теперь их количество планируется увеличить до 11. Дополнительно мы еще планируем открытие трех новых лабораторий. Сейчас работа в этом направлении продолжается. Идет оборудование закупки и открытие наших лабораторий, с открытием которых у нас будет более 5,5 тысяч исследований в сутки. Недавно антимонопольный комитет изучил деятельность всех лабораторий в стране. В результате стало известно, что 45% общего числа ПЦР-тестов обеспечиваются из бюджета республики. Остальные 55% производятся на платной основе. Какова же стоимость ПЦР-анализа? Стоимость одного ПЦР-исследования 8 460 тенге плюс 560 тенге забор. Лаборатории Инвива и Олимп присоединились к соглашению о снижении стоимости на ПЦР-тесты и наряду с этим ускорили время получения результатов. Однако цена в Национальном центре исследований пока остается без изменений. 11 500. Результаты пациенты получают в тот же день. Если, скажем, утром пациент сдал анализ, вечером он уже получает результат. Ну, в течение дня, либо вечером, ближе к вечеру. Для того, чтобы получить результат, ему не обязательно приезжать в процедурный кабинет. Он может посмотреть свои результаты на сайте, либо получить их на электронную почту, адрес которой он во время регистрации, говорит, предоставляет. Изначально лаборатория Олимп использовала реагенты для ПЦР-тестов отечественного производителя. Однако позже они перешли к применению иностранной продукции. Причиной стал более высокий уровень точности. Вдобавок, её использование рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Вся жизнь в поэзии. 80-летний юбилей отмечает знаменитый акын-импровизатор Надежда Лушникова. Именитая уроженка ЖТСУ внесла особый вклад в развитие казахского языка и укрепила значимость народной песенной поэзии «Айтыс». Будучи почти 30 лет на сцене, она показала всю изящность и красоту в состязании акынов-импровизаторов. Профессионала своего дела с юбилеем поздравили президент Республики Казахстан, председатель Сената и Аким Алматинской области. За свои заслуги женщина-юбиляр удостоилась звания почетного гражданина Алматинской области. Любовь в поэзию Надежды Лушниковой проявилась в раннем детстве. Еще будучи маленькой девочкой, я любила сочинять и импровизировать, говорит именинница. Быть акыном Айтскером, видимо, завещала сама судьба. В четыре года Надежда Лушникова получила благословение от самого Жамбыла Жабаева. «Несмотря на то, что я была маленькой, встреча с Жамбылом Жабаевым запечатлелась в моей памяти. Помню, как он протянул мне огромное красное яблоко. Оно было таким сочным и вкусным. Я с радостью вспоминаю этот момент жизни. От него становится тепло на душе». Надежда Лушникова родилась 22 ноября 1940 года в селе Шамалган Карасайского района. Получила среднее образование в казахской школе. Окончила филологический факультет Казахского государственного педагогического института имени Абая. Она более 25 лет проработала в системе образования. Обучала казахскому языку и литературе. Карьеру Айтскера начала в 60-х годах прошлого века. Сцене юбиляша отдала почти 30 лет. За все это время она внесла особый вклад в развитие национального языка и культуры. Решением регионального маслихата Надежде Лушниковой присвоено звание почетного гражданина Алматинской области. Также в честь юбилея специальные торжественные телеграммы именинницы отправили президент страны Хасамжумар Тукаев и глава ЖИЦУ Амандык Баталов. «Желаю вам и вашим потомкам долгих лет жизни. Будьте всегда здоровы и счастливы. Богополучия вам и вашей семье. Спасибо за ваше творчество. С наилучшими пожеланиями. Аким Алматинской области. Амандык Баталов». На сегодняшний день Надежда Лушникова занимается воспитанием внуков и правнуков. Им она прививает любовь к образованию и культуре. Главный девиз именитой женщины-юбиляра – быть полезным своему народу. Потому она призывает подрастающее поколение трудиться во благо Родины. Приоритет массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. Именно так гласит один из пунктов послания президента народу Казахстана. В рамках его реализации почти в каждом районе Алматинской области функционируют физкультурно-оздоровительные комплексы. Повсеместно идет работа по установке открытых площадок для мини-футбола антитравматическим покрытием. Дальнейшие методы по реализации послания обсудили на прошедшем брифинге под председательством заместителя Акима области Рустама Али. На данный момент в рамках программы развития массового спорта руководством ЖТСУского края уже выделено около полумиллиарда тенге. Основными направлениями станут футбол, волейбол, баскетбол и шахматы. Внимание уделялось и вопросу развития и популяризации современных танцев среди молодежи. По поручению Ельбасы в области в этом году в эксплуатацию сданы 12 спортивных комплексов. Открытие еще семи запланировано на следующий год. Наряду с этим подготовлена проектно-сметная документация по четырем спортивным объектам в городах и районных центрах и пяти объектам в сельских округах, которым уделяется особое внимание. С поддержки Акима области до 16 декабря будут созданы федерации, определены руководители и объем финансирования. На данный момент руководством области уже выделены порядка полумиллиарда тенге. Выполняя поручения президента, социально-волонтерский центр ДОСКЗ провел итоговую конференцию по общенациональному проекту Бергемсбелем. Данный проект в Алматинской области реализовывался с марта по ноябрь. За этот период была проведена огромная работа по повышению уровня знаний среди школьников сельской местности. Организованы занятия по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку, проведены онлайн-лагеря, олимпиады, тренинги по повышению правовой и компьютерной грамотности. В рамках конференции состоялось награждение победителей олимпиад, 10 лучших волонтеров, трех команд, а также трех победителей в конкурсе на лучший образовательный проект. Они получили ценные призы и денежные сертификаты. Всего за 9 месяцев в проекте приняли участие более 3 тысяч школьников, с которыми занимались около 100 волонтеров из числа студентов ЖТСУского университета и учащихся Назарбаев интеллектуальной школы города Талгурган. Наш проект был реализован в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Результатом стало именно то, что наши волонтеры смогли сформировать такое понятие, что такое преподаватель, что такое преподавание, как быть преподавателем. Они сейчас говорят, мы понимаем преподавателей, и мы гордимся тем, что мы смогли в этом проекте принять участие. Очень важно, что результат проекта, он долгосрочный. Финансирование по этому гранту планируется и на будущий год. Государственный казахский язык – язык единства. В столице подведены итоги культурно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана «Мангбала». В этом году церемония награждения прошла в онлайн-формате. В конкурсе со всей страны приняли участие более 10 тысяч учителей и студентов разных национальностей. 65 из них стали победителями. Участники соревновались в номинациях «Тельмик Тибе», «Ассул Сюис», а также «175 лет Абаю». Из Алматинской области на проект свои работы представили свыше 8 тысяч кандидатов, владеющих казахским языком как родным. Победителями стали трое – преподаватель из города Шаркент, Халбинур из Какова, заместитель директора средней школы номер 22 Толгарского района Кристина Гончарова и ученица из Аксусского района Александра Михеева. Все они были награждены благодарственными письмами и ценными призами. Я участвую в проекте «Мэнбала» с прошлого года. У меня уже есть награды. Хочу поблагодарить родителей и учителей за поддержку. Я считаю, проект «Мэнбала» находится на очень высоком уровне. В 90-квартирном доме Петропавловска жители оплачивают отопление по общему тарифу. При работающем приборе учета сообщает Хабар-24. Тепловики пошли по легкому пути вместо того, чтобы отремонтировать вышедший из строя блок питания счетчика. Общение с монополистами началось еще в мае и каждый раз заканчивалось обещаниями, говорит председатель КСК. Жители дома уверены, что теплоснабженцы надеются на то, что выйдет срок их ответственности за прибор учета и они просто тянут время. Монополисты же заверяют, что пандемия тормозила процесс поверки счетчика, а жильцы зря паникуют. В настоящее время ведется работа по введению в коммерческий учет, заключено соглашение по порядку расчета. Данный вопрос был снят неделю назад. Подытожил глава теплоснабжающей компании. Вспышки в небе напугали жителей семей. Небесное шоу активно обсуждали в социальных сетях. Инцидент произошел в ночь на 23 ноября. Очевидцы написали, что видели что-то похожее на молнию или фейерверки. У некоторых на несколько секунд отключилось электричество в доме. Другие пользователи шутили, что это очередной сюрприз, который преподнес 2020 год. Инцидент прокомментировали в филиале семейские территориальные электрические сети. Выяснилось, что на линии произошло короткое замыкание. Линия будет восстанавливаться силами региональной электрической компании Восточно-Казахстанской области. Трое пострадавших в результате взрыва в одном из столичных кафе сейчас находятся в реанимации. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Нурсултана. Напомним, ЧП произошло днем 21 ноября. Взрыв козового баллона был такой силой, что дом, в котором находилось заведение, сравнялся с землей. Не обошлось, к сожалению, без жертв. Одна из раненых скончалась по дороге в больницу. Травмы, полученные под завалами, оказались несовместимы с жизнью. Всего с термическими ожогами и отравлением угарным газом средней степени тяжести госпитализировали 23 человека. Все они остаются под наблюдением врачей. Расследованием происшествия занимается специальная комиссия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Второй шанс. Так называется конкурс, благодаря которому ранее судимые лица становятся обладателями гранта. В этом году в Алматинской области два лучших бизнес-проекта получат мини-гранты в размере до 2 миллионов тенге. Отметим конкурс. Второй шанс стартовал в 2018 году. Какие бизнес-идеи помогают ранее судимым лицам находить свое место в жизни, узнаем из материалов сюжета. Этот человек состоит на учете в службе пробации за нарушение общественного порядка. Вместо двух годов лишения свободы – лишь ее ограничения и периодические проверки. Взамен – возможность заниматься стоящим делом. В его случае – изготовление пластиковых окон и дверей. Начать свое дело ему помог проект «Второй шанс». Молодой человек прошел курсы и начни свой бизнес. Позже выиграл грант. «Хочу выразить благодарность сотрудникам внутренней политики Алматинской области и обществу Азад за второй шанс найти свое место в жизни таким людям, как я. Все же знают, что осужденным и людям, состоящим на учете в службе пробации, тяжело трудоустроиться. Такие люди чаще ломаются. Конечно, радует, что есть такой проект. Ведь он дает надежду на светлое будущее. Хотелось бы, чтобы таких проектов было больше. Я на полученные деньги купил станки и материалы. Буду работать, зарабатывать. Спасибо за возможность». Второй обладатель гранта также разумно потратил государственные средства. Его выбор пал на животноводство. Купил три головы крупнорогатого скота и занимается их разведением. «Этот проект организован при поддержке внутренней политики Алматинской области. Изначально 15 человек изъявили желание участвовать в нем. Семеро прошли отборы и обучение. Двое выиграли грант. Второй шанс помогает осужденным встать на путь исправления». «На сегодняшний день после выхода из мест лишения свободы нашими инспекторами проводится профилактическая беседа. В ходе беседы выясняется, осужденный на что способен, какое образование имеет или у него есть желание отучиться в краткосрочные курсы. У нас совместно с Центром занятости города Талдыкурган организовали совместные эти конкурсы, совместные краткосрочные конкурсы на обучение сварщика, изготовление мебели, изготовление пластиковых окон. И данные осужденно отучатся, после чего трудоустраиваются дальнейшим Центром занятости города Талдыкурган». К слову, на сегодняшний день на учете в службе пробации состоят свыше 400 человек. 56 из них успешно трудоустроены. Протестующие в Гватемале разгромили и подожгли здание Конгресса. Огонь удалось потушить, но демонстранты продолжали забрасывать здание камнями. Они выбили входную дверь и разбили окна, унесли мебель и другие предметы. Депутатов здания в это время не было. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Людей вывело на улицы возмущение сокращениями расходов бюджета на образование и здравоохранение. Они также обвиняют власти в коррупции и нарушении прав человека. В протестах приняли участие около 10 тысяч человек. В минувшую среду на рассвете в отсутствие многих депутатов Конгресс Кватемалы утвердил государственный бюджет на 2021 год с существенными сокращениями для сфер здравоохранения и образования. Эксперты назвали процедуру утверждения непрозрачной. Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту спутник Sentinel-6. Он займется измерением уровня мирового океана. Аппарат называют «золотым домиком» из-за формы корпуса, солнечными панелями и золотистого термоизоляционного материала. Это совместный американско-европейский проект. Sentinel-6 продолжит работу спутников, которые уже три десятка лет непрерывно измеряют изменения уровня мирового океана, в том числе рек и озер. Орбита позволяет полностью обновлять карту почти всей водной поверхности планеты каждые 10 суток. Это позволит точно предсказывать распространение штормов и наводнений, а также следить за глобальными тенденциями изменения климата планеты. Через пять лет планируется запустить второй такой же аппарат. 60-летний мужчина погиб в результате нападения акулы у северо-западного побережья Австралии, близ города Брум. Хищник напал на пловца в районе главного городского пляжа Кейл-Бич. Мужчина лишился руки и получил тяжелую травму ноги. Подоспевшие на помощь свидетели смогли вынести его из воды и вызвали врачей, но пострадавший скончался еще до их прибытия. Пляж закрыли, для посещений идет патрулирование местных вод. За последние полтора месяца это уже второе нападение акулы у западного побережья Австралии, которое считается самым опасным на континенте. В этом году от подобных нападений у берегов Австралии погибли 8 человек. Международный чемпионат по парапланиризму 2022 пройдет в ЖТСУ. Подготовка к нему в Алматинской области ведется активно. Желающих поймать в воздухе ощущение абсолютной свободы становится с каждым годом все больше. В период пандемии их количество резко возросло. Это связано с тем, что парапланиризм отличный вид спорта для восстановления силы, укрепления иммунитета и улучшения работоспособности. Ритм современной жизни очень часто провоцирует у человека стрессы и депрессии. Для того, чтобы такого не произошло, необходимо предоставить возможность организму расслабиться и отдохнуть в непривычной обстановке. Здесь лидирующие позиции занимает парапланиризм, поскольку это самый безопасный и недорогой способ покорить небо. А парение на параплане – это ощущение полной безграничной свободы, утверждает человек, который первым в области начал заниматься этим видом спорта. И поднял парапланиризм ЖТСУ до международного уровня. Парапланиризм – это необычное движение, когда мы в небе, мы как птица, мы парим. Третье наше измерение – открыть. И действительно, такие ощущения, я, в принципе, я говорю, многими видами спорта занимался, но такого именно, как в парапланиризме, таких ощущений не испытываешь нигде. Никогда не бывает двух одинаковых полетов. Потому что условия, воздух, он меняется постоянно. То есть сегодня одни погодные условия, завтра другие. Поэтому он не надоедает, не приедается. Очень интересно. Впервые в ЖТСУ парапланиризм появился 11 лет назад. Этому способствовали шикарные лётные места, которых в регионе масса. Высокогорье и отличные воздушные потоки вкупе с сильными парапланиристами дали спорту хороший толчок для развития. Тому доказательства различные победы в зарубежных соревнованиях. Сейчас этим видом спорта сильно интересуется молодёжь. Мне было интересно посмотреть, что это вообще, как это происходит. И по-самому попробовать, разумеется. Я попробовал, потренировался. Было классно. Когда первый раз только подлетел, неописуемые ощущения. Это просто свобода, эйфория. Это высший класс. И не требует прям настолько долгих тренировок, чтобы подлететь. Я буквально за две недели уже начал нормально подлетать, хорошо взлетать. У нас в Рудничном сейчас вид спорта развивается по парапланиризму. Хотим в дальнейшем открыть школу парапланиристов, заинтересовать детей. Главное, чтобы у человека желание было, допустим, тренироваться, добиться успехов. В дальнейшем ездить на соревнования, повидать мир. Следует заметить, что летать на параплане принимают решения даже те, кто боится высоты. Более того, страха никто не чувствует. Напротив, боязнь высоты меняется на удовольствие парить в небе. Поэтому неоспоримым преимуществом полёта на параплане считается то, что летать можно абсолютно каждому. Независимо от пола и возрастных особенностей, утверждает опытный парапланирист, который был руководителем полётов в течение восьми лет. «Есть такое мнение, что параплан – это спорт для всех возрастов. Он не предусматривает большие физические нагрузки. Это очень безопасный вид спорта. Занимаются от 16 лет люди до 80. У нас возрастные пилоты почти 80 лет есть у одного японского пилота. И он летает, причём летает активно. Ну, вообще, полёт – это свобода, это удовольствие». Через два года в ЖТСУ пройдёт чемпионат Азии по парапланиризму. К тому времени нынешние участники клуба «Алга» должны капитально подготовиться ко встрече с парапланиристами из разных зарубежных стран. «Чемпионат Азии будет проходить как раз в нашем регионе, как раз в районе Тау-ЖТСУ. Он будет проходить, и все азиатские команды парапланиристов будут как раз приезжать к нам. Мы в данном месте находимся. Это как раз наша учебная горка, учебные склоны. Здесь перепады высот от 20 метров и до 100 метров. Довольно они безопасные, потому что препятствий никаких нет. Здесь у нас полёты вообще в Казахстане до пяти километров поднимались парапланиристы. У нас четыре с половиной километра, это в районе Рудника-Коксу, в районе Тау-ЖТСУ. Четыре километра двести метров получается. Уколо сорока новичков к нам пришло буквально за несколько месяцев, и это очень радует. Да, отрадно. А вообще занимается на постоянной основе, наверное, человек восемьдесят». Особенно радует парапланиристов и то, что ряды их пополняются представителями слабой половины человечества. На сегодня они показывают достаточно хорошие показатели. С подающими надеждой парапланиристами тренеры занимаются тщательно, на бесплатной основе. А для тех, кто хочет просто парить в небе с помощью инструктора, имеются коммерческие предложения. Тут главное подгадать погодные условия и небо ЖТСУ в ваших руках. Гульназ Мустафа, Жаев Курманбаев, Телеканал ЖТСУ. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин